Приветствую вас, и очевидно, что ваш мужчина пытается вызвать у вас ревность. Когда он говорит вам о том, что какая-то другая девушка красивая, или что она его привлекает и так далее, и он как бы специально вам говорит об этом, и специально заостряет ваше внимание на этом, когда вы пытаетесь не замечать подобного, это говорит о том, что мужчины пытаются у вас вызвать ревность. Зачем? Это вопрос другой. И я полагаю, что вы делаете все так, я полагаю, что вы более чем все так делаете, вы стараетесь измельчать, вы понимаете, что это мужская природа и так далее. Это вообще ведет себя довольно дипломатично и демократично, но вашему молодому человеку нужно, чтобы вы его ревновали, чтобы вы показывали ему свою ревность. скорее всего он это делает потому, что не уверен в себе. Это вот основная причина, по которой человек может так вас провоцировать на подобное поведение, на подобный аспект. И, соответственно, в этой ситуации вам необходимо либо поговорить с молодым человеком, довольно упрямо и серьезно, и сказать ему, что вы понимаете, для чего он это делает, что вы понимаете, что он это делает для того, чтобы привлечь вас в внимание. Но вот вопрос в том, для чего ему это нужно. И если у вас есть доверие между вами, он вам, скорее всего, скажет, ну, может быть, не сразу, может быть, не сразу, но скажет. И вы сможете понять, что его беспокоит, и уже в дальнейшем, исходя из этого, вы сможете корректировать свое поведение. Итак, в последнее время, год-полтора, он обращает внимание на других девочек. Это, значит, после того, как вы 4 года вместе с ним. Ну, здесь нужно, в первую очередь, для понимания, более лучшего понимания, разобрать саму ситуацию. То есть, не происходило ли между вами в это время чего-то такого, негативного, например, что могло бы спровоцировать молодого человека на, ну, вот на такое поведение, на такое отношение к вам. То есть, как я понял, раньше он ничего такого не делал, а делать начал лишь вот то, что только спустя какое-то время, значит, что-то его сподвигло, что-то его сподвигло на данное поведение, и вот что именно его сподвигло, надо выяснить, надо выяснить. Надо выяснить. Значит, дальше, значит, раньше, по-первых, сильно реагировало на то, что он смотрит сейчас, стало проще. А вот можете вы сказать, почему так произошло? То есть, почему раньше вы реагировали острие, а сейчас стали менее остро реагировать на подобное, то есть, вот, чем это связано именно у вас, было бы неплохо бы в этом разобраться. То есть, вы что-то лучшее стали понимать в его поведении, или как? Далее, далее. Я не в текрасе ему говорил, что мне неприятно, говорил, что смотри, значит, так как понимает, это музыкальная природа, но только не явная. Чтобы я внимательно не обращал, потому что, когда он смотрит, он мне фул говорит про их достоинства, что бы он с ними сделал. Ну, это поведение довольно, конечно, вызывающее, и надо бы здесь однозначно подумать о том, он сам, вот, он сам делает это для чего? Он сам свою позицию, свое поведение как-то объясняет, потому что вы говорите только о том, что вы стараетесь на него донести, вы только об этом говорите, вы не доносите до него, до нас его позицию, она ведь тоже вольна. И здесь возникает вопрос, почему вы этого не делаете, и какая, какая, собственно, она у него, то есть именно его позиция, она какая по данному вопросу. Далее, значит, так, ну, очевидно, что ему не так, важно, что вам не нравится, когда он смотрит на других девушек, и очевидно, что его не так волнует, что вам это неприятно, то есть он с легкостью достаточно это переносит, это говорит о том, что вы его не особо волнуетесь. То есть либо в ваших отношениях сейчас есть определенный кризис, который наметился уже давно, вследствие чего он смотрит на других женщин, либо имеет место быть неудовлетворенность его сексуально. Здесь, опять же, не нужно думать сразу, что это вы обязательно виноваты, давайте вообще виноватых мы искать не будем, просто нужно проанализировать подобные аспекты и постараться подумать, с чем же они связаны. Либо он так вам за что-то мстит. За что мстит, я, конечно, пока не знаю, но при анализе, при разборе ваших отношений можно узнать, за что он вам мстит. Итак, я думаю, вы уже сами поняли, что дело не в том, что вы что-то не так делаете, а дело именно в том, что он обладает мужчином в смысле определенными проблемами и эти самые проблемы толкают его на подобное поведение и вам нужно переходить к более серьезным проявлениям своего недовольства, иными словами, если вам действительно неприятно, вот, если вам действительно неприятно, вам нужно говорить более четко об этом своему молодому человеку и как бы говорить о том, что для вас это поведение неприемлемо и собственно ставить его в ответности о том, что если человек не будет вас слушать, то вы от него будете отдаляться и вплоть до расставания с ним. я думаю так только путем вывода его из зоны комфорта можно надеяться на то, что что-то изменится, потому что вы делаете абсолютно все так, как нужно. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...